И снова всех приветствую на своем канале. В общем, так как я с Аленкой встречалась, соответственно, мы немножко чуть позже встретились, чем я появилась, точнее, чем она появилась. Я пока ее ждала, зашла в Риф и Фраше, еще в Кантату, так как у меня пара чаев закончилась. Один давно я вообще хотела снова купить, но у нас, как я вчера выяснила, в Угличе закрылся последний магазин чая, где можно было хоть что-то еще заказать и, соответственно, что-то купить. Плюс там еще можно было купить какую-нибудь вкусняшку, типа восточной кухни, там и японскую, и корейскую, еще что-то мой любимый салатик с кайса. Я, конечно, не знаю, насколько серьезно он там закрылся, но когда я была у него, там вообще все-все-все полностью был закрыто, никакого расписания, как оно работает. Я решила, что оно, наверное, приказало долго жить. Ну, ладно, не будем о грустном. В общем, я покажу сначала маленький пакетик из Кантаты, потому что потом у меня будет пакетик с подарками от Аленки, от обмена нашего, и еще очень большая покупка в Эфраше. В общем, мне еще... Ну, карту я, конечно, не достала скидочную, она у меня в кошельке, но я думаю, это не суть важна. В общем, я купила себе по 100 грамм, но один у меня был, кажется, 102 грамма, а другой у меня был, кажется, 106. Какой из них, не помню. Китайская сенчи, на самом деле, я хотела просто сенчи, но я так поняла, что у них просто не было не китайской, в смысле японской, классической сенчи. В общем, это китайская сенчи. От чего у нас тут написано? Зеленый китайский чай сенчи. Напиток обладает свежим травянистым вкусом, с ноткой виноградной косточки, настой оливково-зеленого цвета, с приятной... оливково-золотистого, извиняюсь, цвета, с приятной, освежающей, прохладой, и с линистым послевкусием. Ну и тут традиционная заварка, но, мне кажется, не пишут одну и ту же фразу, сколько заваривать. Ну, практически одну и ту же. Но на самом деле сенчи, она довольно вкусная. Я потом как-нибудь доделаю свою эту коллекцию чаев, в смысле обзора этих чаев. И, ну что она, вот эта вот покупочка мне, эти два чайка, обошлись на 709 рублей, не поверите. Они мне оформили там скидку. Ну, вообще у них... Я хотела еще посмотреть Ханнибуш, но... Что-то я так подумала на их цену. Если один чай стоит 290, по-моему, сенча была за 100 грамм, а другой 380, я уж не помню. Ну, почти 400 рублей. В общем, если бы я знала, что такие цены в Кантате, я бы лучше оптом заказала, как два дня назад смотрела на сайте, где раньше покупала приспособление для чая, и подружки еще хоть что заказывала года два назад. Я бы там купила просто оптом. Там вышло бы намного дешевле. Там, кажется, килограмм этого Ройбуша стоил, ну, грубо говоря, 1100. Там доставка еще 298, но там можно было полкило Матэ купить, допустим, за 600 чем-то, и вот этот Ройбуш. Ну, вышло бы все вместе где-то. Ну, выходило оно у меня почти на 2000, там еще маленькая, скидочка в 52 рубля была. Ну, короче говоря, когда я у них спросила по поводу Матэ, они мне подсолнули какой-то Матэ. Выглядел он как-то несколько странно. Они мне, вот, это, значит, Матэ, потому что он, значит, спал. Чем больше стебельков, тем мягче вкус, то-сё. Он еще с травками. Я говорю, знаете, вообще-то у меня немножко такой, говорю, Матэ у меня есть. Чё, точно такой же? Я говорю, ну, мне вообще-то, а какой вам надо? Я говорю, мне вообще-то дарили, и раньше, говорю, у меня был просто Матэ такой мелкий, мелкого помола. Я говорю, такого типа не бывает. Ну, они между собой поржали, и, видать, решили, что они очень умные. Ну, думаю, ладно, пусть они считают себя очень умными. В принципе, они мне предложили эту карту скидочную. Возможно, когда-нибудь я у них что-нибудь еще куплю. Там до трех тысяч набираете, и уже будет 10% скидка. А так, по-моему, пока 5%. Ну, в их случае, они мне просто какие-то копейки скинули, и у меня вышло 709 рублей без копеек. В общем, вот такая оценка. Его распечатывать пока не буду, показывать. Потом, может быть, в отдельном обзоре сделаю обзор чар, потому что я хотела, в принципе, сделать все время обзор Ройбуша, но Ройбуш я умудрилась выпить до того, как решила сделать обзор. Поэтому теперь обзор уже будет просто отдельно. В общем, Ройбос. Вообще, он называется и Ройбуш, и Ройбос, и Ройб... В общем, как только не называется. Это красный куст африканский. Его первыми стали пить бушмены. Ну, более подробно я потом вам расскажу в каком-нибудь видеообзоре своей чайной коллекции. В общем, называется он Длинная иголка. Тут южноафриканский краснокустарниковый напиток содержит в себе много витаминов, железа, калия, кальций, натрий и фтор. Этот уникальный эликсир не имеет противопоказаний. Является природным антидепрессантом, а нежный и ненавязчивый вкус нравятся взрослые мои дети. Вообще, когда я первый раз его попробовала, он мне очень не понравился, честно сказать. В общем, это вот. Ну, тут, соответственно, вот такой вот пакетик классический, контатовский. Раньше-то мне из контатов я Лексюха присылала. Или Юлька в основном. Ну, тут брошюрка, что они там делают сладости свои. Не суть важна. И бумажка, как юзать карту их накопительную. Какие там скидки, когда и что. Ну, в общем, вот такая у меня покупка получилась чайная. Пока засуну кровать. Вы не смотрите на кровать, я сегодня не успевала, поэтому я даже ее просто не убирала. Я так, когда приехала, просто покрыла ее частично пленником. Так, перехожу к обмену соленкой. В общем, вот такая вот сыворотка. Аквагель 24 часа, длительное увлажнение лица и шеи, обновление кожи, разглаживание морщин. Морщин у меня пока нет, но иногда встречаются, когда долго-долго бывает так, что я сплю помалу. У меня вот здесь вот бывают такие появляются эти лапки. Стоит только мне выспаться, как они пропадают. Я решила попробовать исключительно вот здесь ее. Ну, и то, что она регенерирующим эффектом обладает, у меня на груди слегка прыщи периодически появляются. Я просто хочу посмотреть, и что будет, какой эффект. Ну, и потом просто сделаю как-нибудь обзор, как оно мне понравилось или нет. Новосвит. Так, крем от Фаберлик, восстанавливающий ночной крем. 50 мл. Вот сегодня я его, кстати, попробую. Он тоже с этой самой кислотой, которая, как мне кто-то в комментах написал, морщин. Ну, в принципе, можно попробовать. Хуже вряд ли будет. Так, это у меня тонизирующая гель-пенка для умывания для всех типов кожи. Липовый цвет деликатный, очищает, тонизирует, увлажняет кожу. Я видела как-то у Аленки в обзоре этого наборе, и потом дня за два до Ярославля, когда бегала по магазину, выбирала еще какую-то запчасть для подарка Аленке, видела как раз этот набор. Ну, просто видела, в общем. Тут 150 мл. В общем, я думаю ее, ну, пока пробовать не буду, потому что у меня еще есть Эйвоновская, но хотя бы можно чисто просто ради теста затестить и посмотреть, что и как с ней. Подойдет, не подойдет. Извиняюсь. Потом мы с Аленкой за день до встречи говорили, мне очень понравился карамельное пролине от Фаберлик, бьюти кафе, гель для душа, который гель масла, но на самом деле он просто гель. А мне он вызвал аллергии, и просто чтобы ее не выкидывать, мы решили, что она его мне отдаст. У меня как раз вот буквально осталось, вот сколько тут не хватает, у меня примерно столько осталось в моем. Так что он мне уйдет в дело, и он мне очень понравился, и он, конечно, сначала для меня он пах колой, а сейчас он чем-то таким очень вкусным, ну, действительно, между карамелькой и чем-то таким, и между колой. В общем, очень классный. И хорошо пенится, кстати. Именно хорошо, именно вот с такой крутой и хорошей пеной, как я люблю. Потом это вот тоже она мне подарила, бьюти кафе, тумятный шоколад, крем, гель для душа. Тут вообще нарисованы такие вот квадратики, вот у меня из финского шоколада, что мне Юрка присылала, точно такие же, вообще никак их не доем. Наш бы японец-то мальчик, наверное, уже слопал бы. Но он, на мое счастье, меня не смотрит, я надеюсь, что меня никто из нашей команды анимешников не смотрит. Не то, чтобы я против, но так уж. В общем, вот такие же конфетки, мне кажется, как вот здесь нарисованы. Это финский мятный шоколад, который я что-то в этот раз никак не доем, но вообще я его очень люблю, он у меня очень, обычно быстро уходит. А тут где-то чуть меньше, ну, где-то 1 четвертой коробки осталось. Такой вот гель. Так, еще вот такая маска, которая мне два раза доставалась в подарок. Один раз я ее купила, ну, за свои деньги, соответственно, за 200 часов, что-либо, что-то такое по скидке. И тут мне Аленка ее тоже подарила. В общем, она мне очень нравится, я про нее говорила в пустых баночках, еще в каких-то видео. Ну, и я вам ее советую, и вообще, я очень довольна нашей поменяшкой. И в последний момент Аленка мне привлекла еще двое духов затестить, и что, типа, если вот кое-что тебе понравится, то можешь забрать. Я не помню, какие первые были, но вторые, вот это кокет. И на мне надо раскрываться какими-то сладко-цветочными ароматами. Хотя вот чисто из флакончика нюхать, такое что-то непонятное, свежее, но, в общем, немножко по-другому она раскрывается на коже, чем из флакончика. И она мне очень понравилась. В общем, теперь у меня еще одна туалетка есть от Аленки и от Фаберлик. Ну, и все это было в замечательном пакетике от Фаберлик. Так, и сейчас я буду доставать вам свою покупочку с подарочками от Ифраше. Я использовала все три приложения, у меня было кодово слово «Лето», по которому дается минка 50 мл гелика новая. Я так подозреваю, что судя по тому, что он парфюмирован, это скорее всего во Франции, наверное, выйдет туалетка в стиле натюрель и вот этот гель к ней. Не знаю, как будет в России, но, возможно, только гель будет. Так, у меня тут все заставлено, не знаю, как я все доставать. У меня, соответственно, было четыре подарка. Вот эти гелики, гелик потом молочко для тела, ну, там, видите, крем для тела, потом маленькие дужки, сумка и походная по магазинам и этот еще полотенчики, которые часть досталась Аленке. Ну, я заранее, я знала, что она очень хочет эти полотенчики, я когда уже поняла, что у меня набирается больше, чем нужно денег, я истратила 1700 с чем-то, 1743, по-моему, на этот заказ, на покупку этого Тифраше и, соответственно, в общем, я решила, что думаю, ну, пусть Аленка порадуется, дам ей на выбор какие-нибудь пару полотенчиков, пару оставлю себе, у меня, я подозреваю, сейчас время заканчивается и я делаю, наверное, расшитое видео. Кстати, в широком формате, качество у меня, соответственно, будет лучше, ну, и, соответственно, он будет больше по весу, дольше грузится на YouTube, ну, и меньше по времени записи, тут только 17 минут, поэтому приходится его разрезать. в общем, я купила исключительно новинки и исключительно французского производства, брала специально. По цене они намного, ну, в общем, та же самая цена, допустим, большой гель 400 мл, деланный в России, стоит 249 рублей. Маленький гель масла, хотя на деле это тоже самый гель, потому что у меня уже есть из этой серии новинка, оливая пятигрен, которую я покупала, кажется, на сайте, и он 200 мл, он просто как гель, хоть и написано, что это гель масла, и он стоит точно так же 249 рублей. Ну, и скрабирующие гель гаммаж, которые мне очень понравились и в Роше, они тоже стоили 249 рублей, 200 мл, все по 200 мл, короче говоря, и они именно во Франции. Вот то, что 249 рублей масло гель, гель масла для душа и скрабирующие вот эти гель гаммаж, они именно во Франции сделаны. Остальные гели по 200 мл, они стоят 149 рублей или 400 мл, 249 рублей, они сделаны уже в России. В общем, первое, что я достала из пакетика. Это у нас манго и кориандр 200 мл. Тут в составе, в общем, то, что у нас используется в роли пудры, скрабирующей, пудра косточек абрикоса и пудра миндального ореха. Срок почти у всех до февраля 2018 года. Я подозреваю, во Франции они вышли, наверное, год назад, потому что обычно, если бы год этой новинки, то они бы были до 19-го. Тут у нас лесная земляника 200 мл. тоже скрабик. Причем, я запаслась скрабиками. Вообще, я думаю, на ближайшие полгода тоже затарилась. В принципе, я хотела так вот затариться именно гель, ну, новинками французскими и фраше, если не будут именно французские. Ну, в принципе, исполнила мечту свою собственную. Это тоже гель-гамаж для душа малина и мятан 200 мл. Аленка почти все перенюхала, но я частично. Так, это у нас не смотрите на цвет, это кокосовый орех. Масло для душа кокосовый орех 200 мл. Пахнет очень вкусно кокосом. Так, еще у нас масло для душа миндали флёрдоранч. Очень ярко ощущается именно флёрдоранч. Цветы флёрдоранча, вот как цветы апельсинового цветка, апельсинового дерева, которые, допустим, вот у них есть утро в саду, именно вот такой же аромат, один в один. Такс. То у нас ваниль, такая конкретная ваниль, но ничем не отличается от той серии, что у них раньше была презернатура. Я тут не поняла, презернатуру они сняли, что ли? Или что там с ней случилось? Масло для душа брубонская ваниль. Один в один. 200 миллилитров. Ещё один. Масло для душа лавандой ежевиком 200 миллилитров. Я, Алёнка, учуяла тут ежевику. Я вообще ничего не учуяла. Какой-то очень тонкий аромат, не пойми чего. Так, дальше у меня, похоже, дело пошли по гарти. Это у меня было... Я пришла к выводу, что это сделано в России. Почему я так решила? Хоть тут и есть наклейка, что это несколько нос любви, туалетная вода, 5 миллилитров. Ну, как обычно бывает, если сделано во Франции, допустим, а тут наклеечка, да, русскоязычная. Я, конечно, уже вскрывал эту коробочку через одно место. И хоть на коробочке написано на французском, то есть всё, пятое, десятое. Ну, смотрите, флакошек. Кроме того, что на крышечке логотипы Фраше, больше ничего нигде нет. У меня ощущение, что это делали в России. И туалетку эту тоже делали в России. И во Франции, возможно, вообще не в курсе, что у них есть туалетка такая. Потому что никаких вообще ни логотипов, ничего, ни надписей. Просто флакончик один в один, как вот, допустим, сменький туалет парфюмерной воды несколько нот любви. У меня такой был. Многополучно закончился. Так, второе-то у меня с предложения по кодовому слову летом даётся вот такое вот. Значит, вот такая коллекция поп-экзотик 50 миллилитров гель для душа. Парфюмированный гель для душа. Ну, если прочитать, допустим, в переводе на русский, да? Ну, и на этикетке у нас тут ананасики. Чем-то таким приятным пахнет. Не знаю, ананасиком, не ананасиком, но чем-то таким фруктово приятным. И в довесок у меня, кстати, такой уже был. Как раз, когда я брала вот эти меньки, там, кажется, туалетка была, маленькая, османтус, крем для лица и вот такая штучка. Это у нас растительный уход для тела, увлажняющее молочко для тела 30 миллилитров. Оно там продаётся, но меня бы на него задушила жаба. Но оно очень классное. В общем, если там вдруг меня торкнет, так же, вот как сегодня, и у меня будет денежка, то я, наверное, его куплю по скидке. Потому что, в принципе, по всем этим предложениям всегда есть скидка 30%. на эту серию не было скидки, мне сказали, ну, вы же понимаете, что это всё уже по скидке. На самом деле, на эту серию она, видимо, заменяет этот плезернатур, поэтому скидки на неё нет. То мне дали чековую книжку, я её не буду уж пролистывать, я думаю, что если кто-то из вас, смотрящих это видео, ходит в магазин и фрошит, то, в принципе, просто ему тоже выдадут ей, в общем, этому человеку выдадут и, соответственно, буду знать. Вот тут у нас 75 миллилитров, тогда Алёнка сказала, что 50, но 75 миллилитров это вот как раз можно купить будет с 13 по 26 июня за 2,99 вот эту туалетку и получить день-подарок. Ну и тут подарок идёт при покупке за 200 рублей и маска за яйца интенсивное увлажнение. Вот такая вот бумажка. Так, что у нас тут осталось? Вот такое полотенчиком. Сбирка сделана и фрошит. Ну, правда, не написано ещё, но, насколько я помню, на сайте они лежат, тоже в подарок идут, и они, по-моему, хлопок этот 100%. Но чуть-чуть побольше, чем более квадратное. Кажется, 30 на 30 сантиметров оно более квадратное, чем до этого давали в подарок полотенчики, и там тогда был цветочек такой нарисован. Тоже 4, кажется, полотенчика было. У меня одно из них ещё живое. Одно у меня, бабуся с тётушкой моей усиленно такую делали на тряпку для стола, и ещё два, возможно, или в деревне, или ещё где-то. Чёрное на белом фоне, белое на чёрном фоне, зелёное, и ещё какого-то цвета. Такие прикольные. Тоже был хлопок, тоже и фрошевская. И вот такое. Вот мне очень нравится этот цвет. Это вообще такой между сиреневым и фиолетовым. Я не знаю, как камера это передаст. Ну и это был второй подарок. Там, кажется, на 900, если купите, да, и вам такой подарок идёт по официальному предложению, по открыточке, которая присылается всем в почтовый ящик или на электронный адрес. И дальше шла сумочка. Вот такая. На самом деле, я сначала не хотела его использовать, но нахрен на мне сумочку. У меня уже есть сумочка от ифраше, когда было 20 литров ифраше в России. Вот такая вот сумочка. Она как-то складывается, потому что сзади есть пуговка. И на внутренней стороне сумочки есть петелька. Я сейчас попробую это как-нибудь сложить, хотя у меня всегда как-то смутно с этими сумочками, как их складывать. Не получается у меня, короче, их обычно складывать. Ну да. Я не знаю, как это сделать, чтобы оно у меня закрылось. Я подозреваю, сделала совсем не так, как надо, но вот так у меня получилось. Так это надо или не так, но как бы сказала моя подружка Маша, лёновая сумочка. Вот такая вот лёновая сумочка. Вот такой у меня был. Была покупка в ифраше, покупка в контате и обмен подарками с Аленкой. Я думаю, что вам было всё-таки это интересно, потому что мне кто-то периодически пишет, когда новое видео. В общем, если досмотрели до конца, то я очень рада. Ну и до новых встреч. Пока!